Всем привет! В этом ролике поговорим про экстрактон шутеры от китайских разработчиков, а именно такие игры как Lost Light, Arena Breakout Infinity, которая еще не вышла, а находилась и находится в закрытом бета-тесте и я в нее поиграл. И вот про что я хочу поговорить, так это про то, как приблизительно будет выглядеть Arena Breakout Infinity и как сейчас выглядит тот же самый Lost Light. Давайте поговорим про Lost Light. Игра вышла на ПК 1 сентября 2022 года от компании NetEasy Games. К сожалению, в нее я начал играть не с самого начала релиза игры, а где-то середины седьмого сезона. И мне на Туткон она показалась реально крутой. Хороший геймплей, приятная картинка, много всякого веса на оружие и всякой косметики. Но, поиграв в нее приблизительно 3-4 месяца и дождавшись нового сезона, я вот что понял, что в новый сезон они от слова совсем ничего не завезли. Ни новых тебе пушек, ни новых карт. Почему у китайских разработчиков такой маленький скилл в плане нового сезона и нового контента, я немножко не понимаю. По аудитории я могу сказать, фан-база у этой игры есть. Но почему игра не развивается и идет к закрытию, тоже непонятно. После этой игры, так как я уже видел, что в ней нечего ловить, я начал мониторить просторы интернета и наткнулся на такую игру, как Arena Breakout Infinity. Да, она на мобилке уже давно есть и тут разрабы почесали свои головки и решили заняться ПК-боярами и выпустить ее только в закрытом бета-тесте. Как я уже говорил ранее, я подавал заявку и мне дали доступ. Но, друзья, прежде чем мы дальше продолжим наш разбор, подпишитесь на канал, поставьте свой царский лайк и будет вам счастье. Спасибо заранее. Ну а теперь продолжаем. Наиграв какое-то время и привыкнув к игре, вот что я заметил. Очень реалистичный геймплей, приятно разработана стрельба, приятная картинка и тому подобные вещи. Менее аркадная, чем Lost Light. Да, вы сейчас можете мне написать, что это совсем разные игры, но вопрос, друзья, в другом. Эти игры чем похожи друг на друга? Что ты в вылазке ищешь ценный лут и эвакуируешься с ним. Правильно? Правильно. Поиграв практически все без ЗБТ, я, опять же, не понял разрабов в чем. Напомню, закрытый бета-тест шел практически месяц. Из всего этого месяца разрабы ничего не показали. Они даже сами писали на своих официальных страницах везде, что мы не будем ничего добавлять в игру. Как по мне, это очень неправильно. Ты, как разработчик, выпускаешь новый продукт. И чтобы привлечь большую аудиторию в игру и срубить большой куш, тебе надо на весь мир показать, чем твоя игра лучше других. Чем она вот отличается, непонятно. Надеюсь, что Tencent Games выпустит годный продукт и мы будем кайфовать от этой игры. Ну а теперь давайте подведем итоги. Начнем с Lost Light. Нет. Крутая игра, не спорю. Тем более бесплатная. Но разрабы положили болт на эту игру и она умирает. Arena Infinity. Еще раз напомню, что она еще не вышла в релиз. Пока непонятная игра. Тоже бесплатная. Судить по этим двум играм китайских разрабов нецелесообразно, но я все-таки решусь. Как по мне, непонятные игры, тупо бегать в вылазки каждый раз тоже приедается. Какого-то шарма вот не хватает вот этим играм. Ну а вы, друзья, пишите в комментариях, кто играет в Lost Light давно, чем она вам нравится и чем разочаровывает. Также и про арену Breakout Infinity. Кто поиграл в закрытый бета-тест. Какой вишенки на торте не хватает этим играм. Еще раз повторю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И ждем закрытого бета-теста или открытого бета-теста Delta Force от Tencent Games тоже. Надеюсь, она нам всем зайдет и будем в нее играть на стриме и записывать видеоролики. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!